Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова. Сегодня у нас в студии Михаил Федорович Коваленко, заведующий кабинетом мануальной рефлексотерапии поликлиники филиала номер 3 3-го Центрального военно-клинического госпиталя ракетных войск стратегического назначения. Здравствуйте, Михаил Федорович! Здравствуйте, Мария! Рады видеть снова вас в нашей студии. Продолжаем говорить о проблемах позвоночника. О чем мы будем говорить сегодня? Сегодня мы будем говорить о том, Михаил Федорович, правда ли, что проблемы позвоночника напрямую сопряжены с проблемами в печени и желчном пузыре? Так ли это на самом деле? Человечество всегда пыталось понять, что же происходит внутри организма, и пытались использовать те органы, которые дают информацию. Чаще всего пытались диагностику проводить по глазам, по ушным раковинам, по пальцам рук и ног. Но китайцы древние, они обратили внимание, что можно диагностировать болезни внутренних органов, исследуя биологически активные точки позвоночника. И они проверяли, есть ли болезненность в определенных точках позвоночника, разделив спину человека, чисто так, образно, на энергетические линии, каналы, объединяющие энергетические точки, которые сейчас у нас чаще называются точками акупунктуры. Связь между желчным пузырем и позвоночником, печенью и позвоночнику, безусловно, существует. То есть, неужели существует определенный позвонок, четко соответствует какому-то определенному внутреннему органу? И у них прослеживается тесная связь. То есть, если отклонение в одном или в другом звене, то значит, все страдает. Совершенно правильно. Причем, еще древние китайцы создали такие таблицы. Но они были, видимо, труднодоступны, особенно для непосвященных знаний. Ну и для жителей Советского Союза это было тоже труднодоступно, поскольку все было на китайском языке с использованием иероглифов. Но постепенно переводили эти тексты, и стало понятно, что, например, желчный пузырь связан с четвертым грудным позвонком. Получается, если вылечить желчный пузырь, то проблемы в четвертом отделе позвоночника будут исчерпаны на этом. Вы очень быстро поняли, что существует именно такая возможность. Практические врачи часто думают, что позвоночник является причиной болезни внутренних органов. Но это та часть, которая не знакома с трудами китайских авторов и немецких авторов о взаимосвязи позвоночника и внутренних органов. А вот вы сразу смогли эту проблему ухватить, так сказать, как быка за рога. И действительно, если полечить желчный пузырь методами той же рефлексотерапии, то можно добиться полного восстановления четвертого грудного позвонка. Михаил Федорович, а какой тогда позвонок соответствует печени? Можно точно сказать, что это пятый и шестой грудной позвонок. Если исследовать позвонки по линии заднесрединного меридиана, которая проходит по остистым отросткам всех позвонков. То есть это примерно посредине спины, посредине шеи, посредине грудного отдела, посредине поясничного отдела. Вот по этой линии. На эту тему есть блестящая работа немецких авторов о патогенетических цепочках, объединяющих внутренние органы, позвонки, суставы с определенными заболеваниями. И вот если проследить, так ли хорошо работают по этой цепи связи, например, между позвоночником и внутренними органами, можно добиться колоссальных результатов в лечении пациентов. А есть еще связи, обусловленные сегментарной иннервацией позвоночника. Что это такое? А это более широкие связи, обусловленные влиянием тех нервов, которые соответствуют определенным частям спинного мозга, сегментам. И они, выходя через спинномозговые отверстия, осуществляют иннервацию различных внутренних органов. Если вернуться к поджелудочной железе, какой соответствует позвонок? Это будет девятый позвонок. Он входит в эту зону. Но если рассматривать грудной отдел позвоночника, то, например, болевые точки, находящиеся справа от позвоночника, будут больше соответствовать проблемам печени и желчного пузыря. А те полевые точки, которые будут выявлены с левой стороны, будут больше соответствовать поджелудочной железе. Почему существует такая тесная связь между этими органами? Дело в том, что по данным физиологии и анатомии, поджелудочная железа и желчный пузырь открываются с помощью протоков, соответствующих этим органам, в области фатерового соска, в двенадцатиперстной кишке. И поэтому именно в двенадцатиперстную кишку выделяются ферменты поджелудочной железы и по протоку из желчного пузыря выделяются желчь, которая эмульгирует жиры. И таким образом и ферменты поджелудочной железы, и желчь, которая выполняет важнейшую функцию эмульгируя жиры, они участвуют в процессе обработки съеденной пищи. И пища, перемешиваясь с этими секретами этих важнейших внутренних органов, уже поступает из двенадцатиперстной кишки в тонкую кишку, хорошо подготовленную для всасывания. А от этого зависит здоровье, в том числе и здоровье позвоночника. Какие еще методы существуют, чтобы настроить позвоночник на здоровый лад? Ну, методов существует очень много, но основной метод – это, конечно, мануальная терапия в сочетании с рефлексотерапией. И применяя эти два основных метода, мы осуществляем очень мощное воздействие на позвоночник, и некоторые авторы образно сравнивают позвоночник с клавиатурой фортепиано. Хотя, конечно, музыкантов было очень много, пианистов, но Рубинштейн был один. Поэтому, видимо, и в этом вопросе мастерства достигают немногие. Но достигнув, они уже могут хорошо ориентироваться, воздействуя на внутренние органы через определенные позвонки, через определенные точки, расположенные вдоль позвоночника. Ну, как и музыка, проникая в наше сердце, настраивает нашу душу, настраивает весь организм, так и получается, мануальный терапевт через позвоночник настраивает весь организм. Только уже руками. Совершенно верно. Я думаю, что есть, безусловно, определенная частота вибраций, соответствующая каждому позвонку. И в сумме это звучит, как мощный симфонический оркестр. Михаил Федорович, очень часто в последнее время можно слышать жалобы родителей на проблемы со спиной у детей. Вот вы, как профессионал, все-таки связываете это с неправильной посадкой в школе, с неудобными стульями или партами? Или все-таки дело в другом? Вы знаете, Мария, вы затронули такую важную тему, что, мне кажется, ей надо уделять все больше и больше внимания. Неправильная санка связана, если это наиболее сильно выражено в грудном отделе, связана с проблемами желчного пузыря и желчных протоков печени. Более того, стало возможным дифференцировать и проводить тестирование наличия лямблей в желчном пузыре. Вот компьютерные программы, которыми мы пользуемся уже, скажем, с давнего периода времени, мне довелось их использовать уже с 96-го года, в этих компьютерных программах есть возможность тестировать глистные инвазии, паразиты. И это, в общем-то, позволяет обнаружить лямблей. А по мнению многих ученых, если в доме есть домашние животные, ну, кошки, собаки, то, как правило, от них идет заражение лямблями детей, а потом всех членов семьи, поскольку кошки почему-то чаще всего находятся на кухне и в их распоряжении. И столы, и посуда. И посуда, все на свете. Но и мы любим животных, говорят, что это показатель доброты человека, но все-таки на кухне котам и кошкам делать нечего. Это не вызывает никаких сомнений. И вот педиатры, они, зная, что так сильно влияет наличие домашних животных, они рекомендуют один раз в год всем детям и членам семьи, где есть домашние животные, проводить профилактику гельминтозов, используя различные препараты. И, в общем-то, это эффективно и помогает. Если это не делают, то в желчном пузыре, в желчных протоках печени образуются очаги воспаления, о которых немецкие авторы очень много писали и пишут сейчас. Эти очаги воспаления по рефлекторным связям, по нервным путям как бы влияют на соответствующие желчному пузырю и печени позвонки и вызывают изменения силы мышц в грудном отделе позвоночника, прежде всего, силы связок и снижают амортизационные свойства позвоночника. И таким образом создают условия, в общем-то, при обычной школьной нагрузке, в обычной школе с обычными партами или столами и стульями у тех детей, у кого есть внутренние проблемы, у них развиваются различные виды нарушения осанки. Таким образом, как бы предпосылкой является... А какие виды нарушения осанки вообще существуют? Какие могут развиться? Ну, прежде всего, конечно, это те виды, которые связаны с изменением положения позвоночника в различных плоскостях. Здесь надо отметить, что сам по себе позвоночник, он имеет физиологические изгибы, но они не являются искривлениями или нарушениями осанки. Но если представить себе фигуру человека, то шейный отдел имеет дугу, направленную вперед. Грудной отдел имеет также физиологическое положение с небольшим таким углом изменения позвоночника дугой назад. считается, что вот этот угол отклонения в грудном отделе по данным регенографии не должен превышать 40 градусов. Если он превышает 40 градусов, мы уже будем говорить о патологии грудного отдела, и в данном случае это будет следующий вид нарушения осанки кифоз, то есть это вот искривление грудного отдела дугой назад. Физиологически грудной отдел имеет дугу, как бы направленную назад, а когда он переходит в поясничный отдел, то эта дуга снова будет направлена вперед. То есть шейный и поясничный отдел они имеют физиологические дуги направленные вперед, грудной отдел имеет физиологическую дугу, то есть такой изгиб позвоночника направленный назад. Природа или высшие силы создали человека таким образом, чтобы позвоночник мог выдерживать колоссальные нагрузки. То есть здесь речь идет о нагрузках превышающих 100-150 килограмм, то есть значительно больше. И за счет вот этих физиологических изгибов позвоночник работает как хороший амортизатор. То есть если, вот еще раз повторюсь, если мы вылечим желчный пузырь, при этом уйдут проблемы у ребенка с позвоночником? Безусловно, будет создана основа для того, чтобы излечить искривление позвоночника, связанные с грудным Ну, наверное, будет недостаточно только лишь вылечить желчный пузырь, да? Безусловно. Поэтому... Нужна будет и мануальная рефлексотерапия, то есть все в сочетании. И, конечно же, упражнения обязательно, да? Поэтому мы говорим о комплексе различных лечебных мероприятий. Какие существуют лечебные гимнастики, которые можно в том числе задействовать и применять эффективно и для детей, и для взрослых? Ну, прежде всего, у нас существуют кабинеты и отделения ЛФК, лечебной физкультуры. Правда, в силу различных мероприятий, которые проходили, количество этих кабинетов уменьшилось в поликлиниках и в больницах. И специалистов стало меньше. Я думаю, что нужно шире использовать различные кабинеты, которые могут давать методическую помощь детям, их родителям о том, какие комплексные упражнения лучше применять. Мы сторонники использования лечебной гимнастики, йоги, упражнений, которые на наш взгляд безопасны в том исполнении, как мы предлагаем наших пациентам, и комплексы упражнений, позволяющие изменить тонус мышц и добиться того, что будут созданы условия, в результате применения которых позвоночник выпрямится. Это не только гимнастика, это еще и плавание. Это очень хороший вид создания мышечного кроссета. И есть еще прекрасный недорогой тренажер, доска Евминова. Евминова это доктор, который предложил делать упражнения, в том числе йоговские упражнения, на доске, стоящей под наклоном, фиксированной к стене на стропе, напоминающей парашютную стропу. Угол наклона доски можно менять, а доска сделана из различных таких гибких пород дерева, позволяет при зависании на этой доске, когда ребенок или взрослый лежит на доске спиной, а руками держится за выступающей ручкой на верхней части доски, происходит вытягивание позвоночника, очень мягкое, очень взеологичное, и это способствует выравниванию тонуса мышц с левой и с правой стороны, который нарушается при нарушении различных видов осанки. И вот этот метод тоже очень хорошо помогает. Ну и кроме этого, конечно, и иглотерапия, поскольку в том случае, когда искривляется позвоночник, то с одной стороны тонус мышц, идущих вдоль позвоночника, повышается, с другой стороны снижается. С помощью иглотерапии мы можем уменьшить напряжение в той стороне, где оно возникло, вот этот дефанс отдается лечению, а с другой стороны, где мышцы ослабели и расслаблены, мы можем с помощью определенных приемов акупунктуры повысить этот тонус. Таким образом, гармонизируя тонус мышц с левой и правой стороны от искривленного позвоночника, мы создаем условия для его выравнивания. Но вот я хотел бы еще напомнить нашим телезрителям о том, что еще важнейшим изменением осанки являются сколиозы, это искривление позвоночника во фронтальной плоскости дугой влево или право. Ну, например, в грудном отделе позвоночник может образовать дугу, направленную своей вершиной влево или в правую сторону. Но иногда это сочетается с искривлением и в шейном и в поясничном отделе. Вот такое сочетанное искривление в грудном отделе и в поясничном напоминает английскую букву «С». Ну, примерно, как обозначают доллары, да, вот такая «С», она является особым видом сколиозов, которые могут наблюдаться в том числе и у детей. Да. И есть еще такие представления о нарушениях осанки, как вялая осанка, да, когда у детей как бы не хватает силы удерживать грудь, голову в нужном положении. И как бы создается условие для того, чтобы вперед сместилось дугой позвоночник образовый лордоз в шейном отделе, а в грудном отделе будет кифоз усиливаться и таким образом развиваться сутулость. И вот здесь во многом связано еще состояние психики ребенка. И если ребенок находится в подавленном состоянии и ему делают замечания и взрослые дома и там взрослые в школе и дети могут шутить неудачно грубовато скажем так, то у ребенка возникает состояние подавленности или формируется такой комплекс как бы неполноценности, что он не такой, что у него не так. Ну и например есть симпатичные дети высокие, они сутулятся и стыдятся. А для того, чтобы их как бы меньше было видно, сидя за партой, они еще ниже наклоняют голову, таким образом усиливают вот эти изменения осанки. Михаил Федорович, ну мы вот, казалось бы, коснулись темы у нас заболевания позвоночника, а такое ощущение, что мы в целостности в общем-то затронули практически всю систему, весь организм. То есть разговариваем про одно, да, но оно так все взаимосвязано и эмоциональное состояние, и проблемы внутренней системы. Да, это безусловно так, но кроме этого можно добавить, что с этим вопросом необходимо разбираться. Вот если... Ну получается, нельзя просто отдельно выделить, взять, например, условно, я говорю, конечно же, условно, позвоночник, да, вот достали, его полечили, поставили обратно, все, забыли об этом, да, то есть нет, так нельзя подходить к вопросу, это неверно. Да, конечно, подход должен быть комплексный, прежде всего, и на первом месте нужно улучшить качество медицинских осмотров в школах, и даже в детских садах, и на этот медицинский осмотр должен приходить обязательно детский хирург или детский ортопед. Вот, осматривая детей в детском садике, в школе, детский хирург, детский ортопед, они выявляют, есть ли дети с нарушением осанки, то есть это могут быть кифозы, лордозы, или различные виды сколиозов, да, или асимметрия плечевого пояса, что часто связано с наличием сколиозов, и заподозрив такие нарушения осанки у детей, детский хирург или ортопед, да, они должны такого ребенка направить на рентгеновское исследование. Многие думают, что достаточно просто визуально поставить диагноз с помощью глаз доктора и рук. На первом этапе да, но дело в том, что нужно объективизировать наличие нарушений осанки, а объективизировать может только либо рентгеновский снимок, либо снимки МРТ, КТ, но поскольку МРТ и КТ представляют собой более сложные виды исследований, я думаю, что по рекомендации хирурга надо тем детям, у кого заподозрено наличие нарушения осанки, делать снимки рентгеновские и по снимкам рентгенологи дают заключение в градусах. Если это сколиоз, то они указывают на столько-то градусов, влево или вправо, или если это вперед или назад, лордоз или кифоз, то тоже они указывают в градусах какая степень, и именно цифры будут определять степень сколиоза, но такие общие подходы, они не позволяют определить четко степень, но мы знаем, например, что первая, вторая и третья степени, это то, что не приводит к необходимости ношения корсета, а четвертая степень это уже формирование так называемого горба, и тут уже требуется подбор корсетов, надо смотреть, и консультироваться с соответствующими ортопедами. Все индивидуально, и самое главное, чтобы ни родители, ни специалисты не упустили момент, когда ребенку можно помочь. Да, и тут нужно преодолеть нежелание или непонимание родителей необходимости делать рентгеновское исследование или МРТ, поскольку именно рентген и МРТ позволяют точно поставить диагноз, есть нарушение осанки или нет, определить вид, и в градусах определить степень кифоза или лордоза или сколиоза, и тогда можно уже знать, что же делать дальше. В принципе, после вот обследования у детского хирурга-ортопеда дети могут быть направлены к мануальному терапевту, к рефлексотерапевту, к массажисту, к специалистам по лечебной физкультуре, но у них уже должен быть диагноз, они должны быть обследованы, и там должно быть написано, какой вид нарушения осанки и в какой степени. вот это заключение часто трудно получить. Почему? Потому что на массовом таком потоке осмотра детей и в садике, и в школе, ну, как бы не успевают, может быть, поставить диагноз, сделать вот это дополнительное исследование, а потом уже думать о мерах профилактики. Я хотел бы здесь добавить, что еще очень большую роль формирования нарушения осанки является нарушение в виде плоскостопия. У детей это тоже часто встречается, и детские хирурги, ортопеды должны смотреть, какие стопы ног у детей, поскольку очень часто плоскостопие тоже способствует развитию нарушения осанки. И здесь тоже необходимо делать рентген и определять степень и вид плоскостопия. Продольное, поперечное, смешанное и в какой степени оно выражено, что нужно предпринимать. Здесь можно обойтись обычными стельками или нужно индивидуально подбирать, нужно носить ортопедическую обувь. Все это определяется только в том случае, если специалисты назначили рентген или МРТ. Кроме этого, при необходимости решается вопрос о том, что ребенку нужен какой-то ортопедический скажем пояс или корсет правильнее в ортопедических салонах их называют корсетами. Но этим увлекаться тоже не надо, поскольку только на период интенсивных физических нагрузок у человека с искривлением позвоночника есть необходимость одеть такой ортопедический корсет или пояс. но когда нагрузки завершены, его надо снимать и тренировки надо проводить безусловно без пояса, чтобы создавать собственную мышечную защиту позвоночника. Спасибо, Михаил Федорович. Я надеюсь, что информации сегодня очень много. Надеюсь, что наши зрители разложат для себя все это по полочкам и будут более внимательно относиться к здоровью своих детей. Хотелось бы надеяться на это и очень важно напомнить, что философы выделяли два стержня в человеке. Один – это нравственность, а второй – это позвоночник. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова